Крупная компания, четыре кандидата, одно вакантное место. В Чебоксарском театре Станиславский.ком премьера спектакля «Метод Грандхольма». На что готовы пойти потенциальные сотрудники, чтобы получить должность за ходом необычного собеседования, наблюдала наша съемочная группа. Переговорная, стол и четыре кресла. Зрители по очереди знакомятся с каждым героем. Первый – Фернандо в исполнении актера Александра Шаповалова. Герой рассказывает о должности коммерческого директора. Как позже выясняется, он не единственный кандидат на собеседование. – Они вам что-нибудь объяснили? – Ну, ничего. Чудно все это, правда? – Да. – Нетрадиционная методика. Вскоре к ним присоединяются еще два соискателя. И тут начинается самое интересное. Голос в динамике сообщает, что среди них подсадной человек – сотрудник компании. И его надо вычислить. – Надо признать задачу, как я с подковой лекарей. Нужно не только распознать, кто тут прикидывается, но еще и остальных забыть. Обычное собеседование превращается в бесчеловечную игру. Чтобы занять вакантную должность, нужно выполнить абсурдные задания, расправиться с конкурентами и забыть про основные человеческие ценности. – Тореро! Сомбреро! Кабарьеро! Карьера! Холера! Валера! Роль Энрики исполняет актер Дмитрий Миронов. Своего персонажа он характеризует как неудачника по жизни, который только упорством и тяжелой работой заработал в социальный статус. – Скажу честно, я от этой роли сначала отказывался. Мне казалось, она немножечко, ну, может быть, не моего амплуа или что-то. Я не знаю, что-то меня пугало в этой роли, на самом деле, изначально. Вот. А в процессе уже упорство режиссера. Вот. Все-таки, мне кажется, эта роль в меня попала. Режиссер Антон Савельев уже ставил этот спектакль на сцене другого театра. Но новая постановка абсолютно не похожа на предыдущую. Работа над ней шла почти год. – Театральное пространство всегда диктует свои законы. И перенося вот на такую небольшую площадку, где всего 70 зрителей, само собой, это другая актерская работа. Она более глубокая, она более киношная. Киношная, но с полным погружением. Потому что зритель может наблюдать за каждым актером, смотреть в любую точку пространства. И мне кажется, что она получилась гораздо глубже. Мы немножко изменили трактовку, немножко изменили финал. Так что я бы сказал, что это другой спектакль. У любителей театра есть возможность познакомиться с новым методом Грандхольма. Постановка вошла в репертуар театра. Татьяна Леонцева, Андрей Шоклев, Республика.